На кладбище вместо школьной парты будущим водителям решили устроить настоящий шок-урок. Курсантов межшкольного учебного комбината привели на место стоянки битых автомобилей, чтобы показать новичкам, к чему приводит лихачество на дороге. Автомобиль превратился в флам. Это впоследствии наезда на препятствия, на стол. Пассажиры вырезали сотрудниками человека. Здесь практически за каждой разбитой машиной стоят человеческие жизни. А там, где смерти чудом удалось избежать, навсегда остаются травмы. Столкнулись два автомобиля, примерно адекватно, когда еще не было отбойника. Не пристегнутый пассажир одного пролетел через машину, через вторую машину. Просто вылетает с его сиденья, убивает лобовое стекло, пролетает через всю машину и своим телом вышибает задние двери. На таких страшных примерах будущий водитель учится дисциплинированности на дороге и уважению к правилам дорожного движения. Не нужно превышать скорость, нужно соблюдать скоростный режим. Все-таки подчиняться правилам дорожного движения. Ну и быть предельно аккуратным на дороге. Девушки все-таки более аккуратно ездят на дорогах, потому что нам же все равно придется всем стать матерями. И так же мы будем переживать своих детей. Ну, конечно, у парней, наверное, кровь больше играет. И я думаю, что я буду аккуратным водителем и не буду превышать скорость. И соблюдать все правила дорожного движения. Кровь по-любому ударит, потому что, ну, захочется где-нибудь там подрефтизть или туда-сюда. Но все равно надо соблюдать правила дорожного движения, потому что можешь пострадать не только ты, но и другие. Экскурсия для курсантов прошла в канун Всемирного дня памяти жертв автоавария, которых принято вспоминать в 3 воскресенья ноября. Стоит отметить подобные шоковые терапии, которые показывают последствия пренебрежения правилами дорожного движения, уже используют в Нижегородской области. Так, в ноябре прошлого года на площади Минина и Пожарского прошел парад битых автомобилей. А в рамках акции «Стоп-беспечность» было сымитировано столкновение автомобиля и мотоцикла. Когда они собраны в одном месте, когда это все вот эта боль, это трагедия, это чьи-то вот смерти, когда они сконцентрированы в одном месте, мы надеемся, что все-таки у молодых людей останется вот эта необходимость соблюдать ПДД, не лихачить, вести себя на дороге спокойно, уверенно, не обрывая чьи-то жизни, так сказать, не создавая проблем ни себе, ни своим там пассажирам, ни пешеходам. В госавтоинспекции надеются, что подобная экскурсия поможет ребятам быть аккуратнее на дорогах, ведь по статистике именно начинающие водители чаще всего становятся виновниками ДТП, а 40% погибших в автоавариях – это молодые люди до 25 лет. Всего же в Нижегородской области в этом году в ДТП уже погибли 413 человек, в том числе 13 детей и около 5000 взрослых и 500 ребятишек пострадали. По сравнению со статистикой предыдущих лет это снижение, но даже такие цифры огромны.